К этому дню соседи по карте готовились весь последний месяц. Например, пропагандисты ездили по ушам холопов влажными историями, мол, сменяемость власти, да это же тихий ужас, да и вообще от лукавого. Вот это все разговоры, это вся ерунда про сменяемость власти, еще что-то, это все от лукавого, это все гадость. Вот вы там ругаетесь между собой каждые пять лет, меняете власть, и это вот, а у нас это вот не надо. Вот у нас батька, у нас Владимир Владимирович, и замечательно. Не отставали от останкинских болванчиков и другие видные бояре. Например, овцелюб Кадыров чуть не порвался от криков, как же сильно стране нужен еще один срок Путина. Нет более достойного человека, способного отстоять целостность и независимость нашего государства, кроме Владимира Путина. Как и прежде, будучи его верными пехотинцами, мы окажем ему всю необходимую помощь и поддержку, а также выполним любой его приказ во благо нашей великой родины, России. Божечка, какой же он жалкий! Извините, товарищ пехотинец, большая война как бы два года идет. А почему вы не на фронте? То есть, как ни крути, а единственный фронт, где Рамзан реально пехотинец, это фронт ожирения. В ближайшем будущем будет интересно. Заберем все до нашей территории, не только до нашей территории, заберем и чуть подальше, чтобы там нашим врагам не было там, так сказать, грустно. Но хватит уже про овцелюба, давайте к Путину возвращаться. Ну а царь-батюшка настолько не держится за креслом и не желает нарушать Конституцию. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. Все должны соблюдать действующее законодательство, начиная с главы государства. Что, как вы уже поняли, выдвигается в президенты на пятый срок. И в этом свете мы вам старые речи этого же деятеля напомним. Говорят, что самая большая зависимость от власти я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком, от чего бы это ни было. Просто, чтобы все понимали, с какого уровня балабола мы имеем дело. Считать, что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю, абсолютно неприемлемо. При этом Путин еще и умудряется каждый раз перекладывать свою зависимость от власти на какие-то неведомые внешние факторы. Мол, я-то сам не особо и хотел в президенты, просто из народа уж очень попросили. Я для себя еще не принял решение. Пойду я пойду, не пойду на выбор в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать, посмотрю. Просители из народа, кстати, это отдельное шоу перед каждыми выборами. Причем Песков, судя по всему, вообще не напрягается и меняет лишь актеров, а сценарий остается прежним. Так, начиная с 2000 года, в роли просителей были сначала пенсионеры. Меня зовут Валентина Алексеевна. Насколько я знаю, вы до сих пор нигде не заявляли публично, собираетесь ли вы заставлять свою кандидатуру на президентские выборы? Мой ответ утвердительный. Да, буду баллотироваться. Потом сотрудники автозавода... Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свои решения. Ведь мы за вас газ. За вас так ведь, автозаводцы! Давайте вместе! Газ за вас! Газ за вас! Газ за вас! Газ за вас! Я буду выделять свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. А вот теперь очередь дошла и до военных. Если можно, конечно, назвать военным ряженую чепуху из ДНР. Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших посоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. И если вы думаете, что это мы просто так от нечего делать решили оскорбить Жогу, то нет. Чудак сделал себе карьеру на смерти сынули, крякнувшего в Волновахе. При этом сам Жога-старший толком-то и не воевал. Но чтобы получше монетизировать гибель сына, этот жалкий не постеснялся нацепить фейковые военные награды. О чем писали даже российские источники. Разрешите представить, это зовется Жога, отец покойного Вохи, нынешний командир так называемой Спарты. Мне наплевать, какие цацки он на себя нацепил, как и мундир, который на нем, как на корове седло. Это мелочи. Но в числе прочих нацепил на себя медаль за оборону Славянска, в котором он не был от слова совсем. После такого шоу папика мигом избрали, в прости господи, депутата ДНР. То есть на фронт Жога-старший снова не попал. И как же угарно в свете этого всего было слушать пафосные слова пропагандистов во время встречи ряженого Жоги и Путина. Вот эта вот картинка, ну я так думаю, я в этом практически уверен, она обойдет абсолютно все мировые СМИ. Вот этот вот общий план, где стоит президент, и рядом с ним стоят люди в военной форме, стоят люди в русском национальном костюме. Русский национальный костюм, я напоминаю, это военный мундир с орденами. Это герои России. Да-да, национальный костюм, вот только носит его толком не воевавший позер с левыми медалями. И было очень символично, что именно такая публика умоляет Путина идти на пятый срок. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Как говорится, просителя получше бункерный додик банально не заслужил. Впрочем, здесь надо признать, что шоу с выдвижением на новый срок в этом году получилось смазанным не только из-за зашкваренного Жоги. Дело в том, что в Кремле поставили Шойгу и Герасимову весьма конкретную задачу – взять Авдеевку до 14 декабря. И это не мы придумали. Вспомните заявление жен мобилизованных российских солдат. Гонят к прямой линии. Родственники мобилизованных пожаловались Путину, что бойцов кидают на мясные штурмы Авдеевки, чтобы взять город к пресс-конференции президента. К которому можно добавить и обещание пропагандистов, мол, штурм Авдеевки продлится месяц, ну, максимум два. Под Авдеевкой, наконец, началось наступление. Мы устроили там на Авдеевке ад. Авдеевку мы возьмем. И возьмем ее быстрее, чем Бахмут. Может быть, даже в месяц уложимся. А может и меньше. Но два месяца пролетели, а ничего кроме посадок с горами трупов своих позорников Россия не добилась. Дошло до того, что по признанию военкора Стешина пропагандистам вообще настоятельно не рекомендовали упоминать в своих сюжетах Авдеевку. Слушай, ну вообще информацию об Авдеевке закрыли. Если ты заметил, нет ни репортажей, ничего. Закрыли ее, если не ошибаюсь, на третий день. И, конечно, от такой зрады Путин в ярости метался по бункеру. Благо, к 14 декабря деду таки придумали победный сценарий. Мол, пока вы, кормилец, родимый, будете грозные тексты толкать. ВКС обстрел Украины кинжалами устроит. В нескольких городах Украины, в Киеве, Днепре, в Хмельницкой области, в день прямой линии Путина и саммита ЕС звучали взрывы. Сирена воздушной тревоги сегодня раздавалась по всей стране несколько раз. После чего можно глубинному народу любую победную ахинею рассказать. Например, о том, что в ходе удара был героически уничтожен ЦРК «Патриот». Причем в первом темнике речь шла о киевских «Жулянах». Сообщают о прилете в Киев со стороны аэропорта «Жуляны». Предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и или радар подсвета и наведение американского ЗРК «Патриот». Но убогих крикунов после этого подняли на смех, ведь в районе Киева прилетов не было вообще. Да и скрыть в городе в 3 миллиона населения уничтожение ЗРК просто невозможно, ведь детонация была бы видна за много километров. А для сомневающихся мы для примера прилет по С-300 покажем. В общем, с «Жулянами» получилось не очень, и темник срочно пришлось переписывать прямо на коленке. Так «Жуляны» легким движением руки превратились в Житомирскую область. Пока наш президент общался со страной, намекал Украине на ее будущее и приводил в шок Европу, российские военные как бы в доказательство того, что русское оружие лучше американского, тремя кинжалами помножили на ноль очередной «Патриот». Тремя ракетами кинжал на Житомирщине уничтожен ЗРК «Патриот». Ну и чё тут сказать? Очень-очень верим. Мы бы тоже самый дорогой и редкий ЗРК в относительно спокойный район поставили. Да надо было вообще в Закарпатье. Но это не точно. С другой стороны, все же понимают, что все эти разгоны никто и не пытался сделать правдоподобными. Стояла задача просто создать приятный информационный фон во время выступления деда, так, чтобы Ванюши слушали и параллельно в телефончике о якобы попадании в бункер с генералами НАТО читали. Авиабаза Староконстантинов и некоторые подземные объекты на Хмельницкой линии на западе Украины были поражены как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Подземный бункер в отдельных уголках Украины означает важнейший центр управления и контроля, укомплектованный персоналом НАТО и украинскими офицерами. С начала большой войны это было уже 1488-е попадание ртом в бункер с генералами НАТО. Такими темпами скоро в НАТО и генералов-то не останется. И уж тогда точно Путин Россиюшку к безоговорочной победе приведет. Не зря ж Мардан об этом так мечтает. Нужно быть совсем безнадежно глупым человеком, чтобы не понимать, что мы будем выбирать даже не президента, не сколько президента, сколько верховного главнокомандующего, который должен привести нашу страну к безусловной военной победе. Или военно-политической, как угодно. Военная победа, она всегда политическая победа. Вот только дальше мечтаний дело не идет. И вместо безоговорочной победы, штурма Киева и выхода на западные границы президент огромной страны вынужден на главной пресс-конференции года обсуждать бои в селе Крынки. Некоторое время говорят о неком плацдарме противника на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Крынки. Что вообще это за плацдарм? ВСУ зашло на этот участок, он небольшой. Я где-то какое-то время назад НГШ сказал, не спешите их оттуда выдавливать. Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. А ведь бункерный Дедуган явно не о таком мечтал спустя два года войны. Но на раскатанную в Кремле губу больно наступил сапог солдата украинской армии. И теперь даже Путину приходится отмазываться и юлить, мол, Крынки он, оказывается, сдал, чтобы жизни своих солдатиков уберечь. ВСУ сосредоточило удары артиллерии по очень узкому участку берега Левого. Ну, для того, чтобы сохранить ребят наших и не подвергать их излишнему риску, нести потери, было принято решение военным командованием отойти на несколько метров. И мы себе в эти минуты представили, каково было слушать подобную дичь родственникам оккупантов, которых пачками силы обороны Украины утилизируют в районе Крына. Сами послушайте признание чудом выживших додиков из Осетии. Из роты из 86 человек на 7 человек вышло. Всего 7 человек выжило из целого подразделения. Весь интернет забит кадрами, где пулеметный расчет за одну минуту выкашивает группу россиян. Но Путин просто плюет на овдовевших и осиротевших, по его милости, граждан России. У наших военнослужащих там потери санитарные. Два, три. Вот три дня назад было шесть человек ранено. У противника десятки погибших. И родственники погибших слушают такое, и язычки поглубже засунули. Иначе ж компенсацию и ладу не дадут. И молчание народа позволяет царю вообще не париться, а что называется, лезть во все тяжкие. Мы, например, были слегка шокированы, когда не какая-то там Останкинская чепуха. А лично президент огромной ядерной страны вздумал сравнивать Украину с сектором газа. И вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят, посмотрите на специальную военную операцию и то, что в газе происходит. И почувствуйте разницу. Но ничего подобного в Украине нет. И здесь с Путиным сложно не согласиться. Только в той части, что сравнивать действительно нельзя. Ведь в сравнении с условным Мариуполем, Бахмутом, Авдеевкой или Марьинкой войны в газе нет вообще. Как и разрушений тоже. Марьинка стерта под фундамент, и это видел весь мир. И каким же мерзким, циничным подонком нужно быть, чтобы при таких вводных корчить из себя святошую? Ведь он же вроде как в Луганск тайно ездил. Был, ну правда был так незаметно, но тем не менее по Луганску проехал, посмотрел. Все выглядит довольно скромно. У вас все скромно, но все так убрано чисто, аккуратно. Так вот неплохо бы еще тайно в Мариуполь съездить. И количество табличек на вот таких вот братских могилах посчитать. Вот, здравствуйте, смотрите, как в Мариуполе на кладбище людей хоронят. Вот. Человек. Вот, человек, все. И вот так вот очень много могил неизвестных людей. Спутник зафиксировал уже третье место массовых захоронений вблизи Мариуполя. Кадры из поселка Старый Крым, где видны длинные траншеи на кладбище. Это братские магиры. Тела там складывают в несколько слоев. Че там, черти? Бережете вы людей? Не так все, как в Газе? Посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Но ничего подобного в Украине нет. С другой стороны, подобное пробивание дна лично Путиным уже стало традицией. Когда вся пресс-конференция в три часа длиной – это набор штампов, манипуляций и фейков. Где всегда виноваты западные и партнеры, бандеровцы, Евросоюз. Конфликт, который произошел на Украине, он с чего начался-то? Давайте вспомним, мы не пожалеем трех-четырех минут. Начался с переворота на Украине в 2014 году. Это кто делал? Американские наши дружки. Вот это, плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО. Всё это привело к этой трагедии. Плюс ещё кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Всё это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия. США задумывали и организовали, а Европа стоит и молча на это смотрит. А Россия никогда и ни в чём не виновата. Она всех побеждает, экономика растёт, а министр сельского хозяйства может похвастаться крепкими яйцами. Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. И мы, когда всё это смотрим, то больше не удивляемся, почему в эфире федеральных каналов настолько много откровенных маньяков, да и просто душевно больных людей. Очевидно же, что рыбка с головы сгнила. И если Путин не стесняется хорохориться и врать на весь мир, то другим-то чё париться? Они не парятся. Отчего информационная политика в ядерной державе превращается в дневники сумасшедшего. Впрочем, нельзя не отметить, что нас такой подход у врага, пожалуй, даже устраивает. Пусть и дальше хорохорятся, доживут, не снимая розовых очков. Тем больнее будет рано или поздно столкнуться с реальностью. А столкнуться обязательно придётся. Как минимум потому, что добро всегда побеждает зло, сколько бы мяса и железа у этого зла не было. Субтитры создавал DimaTorzok